Главная безопасность жителей республики. Именно об этом говорили сегодня на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка. Традиционно оно прошло под председательством главы республики Михаила Игнатьева. Количество преступлений, совершаемых в республике, снизилось. Об этом говорил в своем докладе заместитель министра МВД Александр Смирнов. Грабежей, кражей, разного рода мошенничества стало меньше. Дает результаты профилактическая работа. Раскрываемость составила 70%, что значительно выше, чем в среднем по России, составляет 55,8%. Достигнута лучшая стране раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. По ней мы занимаем первое место в стране. Безопасность жителей Чувашии зависит от многих составляющих. Это и хорошая техническая база, и квалифицированный кадровый ресурс. Конечно, средств недостаточно, сразу не можем все сделать пошагово, поэтапно. Мы работали над этими вопросами для того, чтобы улучшить доверие населения к органам власти. Вот самый главный тоже ключевой показатель, когда обеспечивается охрана общественного порядка, когда люди смотрят на все это дело стабильно здесь, у людей появляется уверенность завтра шемня. Участники совещания обсудили и прорехи в законодательстве, которые мешают рекламентировать деятельность кальяных клубов. То, что курение кальянов вредит здоровью, понимают многие, но закрыть их трудно. Хотелось бы повысить качество проводимой работы. Необходимо получать заключение, заключение экспертизы на тот вид табака или кальяна, который продается в этих заведениях. Мы фиксируем, материалы направляем в Роспотребнадзор, но пока здесь работу до конца не наладили. Одна из первоочередных задач – обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения выборов президента России 18 марта. На выборах в республике будут работать 1177 избирательных комиссий. Об учении уже прошли более полутора тысяч сотрудников полиции. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика.